Денис, приветствую тебя! Всем привет! Торговая сессия среды. Безумно рад тебя снова видеть в эфире, опять же, обсудить с тобой рынок. Всегда приятно, особенно вдвойне приятно, когда у нас есть возможность поговорить о рынке перед важными событиями. Опять же, все прекрасно знают, друзья, я надеюсь, что вы все знаете, что сегодня на повестке экономического календаря отчет CPI, индекс потребительских цен. Принижать значимости этого релиза невозможно. Это тот отчет, который повлияет на монетарную политику США, на доллар и тот отчет, который станет источником значительной волатильности, чем бы вы сегодня не торговали. Все инструменты точно сегодня будут в активном движении и в следующий эфир уже через неделю. Я почти уверен, что уровни, за которыми мы будем наблюдать по финансовым инструментам, они будут очень сильно отличаться от того, что мы видим сейчас. Поэтому, перед тем, как перейти к нашему сегодняшнему обзору совместному, еще раз призываю контролировать риски, следить за загрузкой депозитов, не забывать про стоп-лоссы, принципиальнейшие, важнейшие вещи, связанные с контролем риска менеджмента. Ну что, Денис, ждались мы отчет по инфляции. Прошлая неделя была тухлой на события. Действительно не было ничего. Рынок был в ожидании как раз того, какой мы увидим диапазон по потребительским ценам, что будет с показателем CPI. У тебя как сегодня настроение отношения доллара, отчета, настроена волатильность? Будешь ли работать по факту этих событий? Я, если честно, не сильно прям на это смотрю. Волатильность, она всегда бывает иногда там, где ты ее не ждешь. На прошлой недельке 9 мая было очень неплохо, кстати говоря, полетали, там хорошую кульминацию сделали по валютам, в частности, по фронтам. Думаю, сегодня как раз этот момент объясню. И в целом, глядя на общую структуру, я думаю, что еще локальное ослабление по индексу бакса нам могут сделать. Поэтому я, в всяком случае, больше на это настроен. И глядя, в принципе, на график, я пока особо другого варианта не вижу. Да, там какой-то подскок в плане коррекции вполне возможен, но в целом я все-таки за ослабление индекса доллара на этой неделе. Ну, давай тогда перейдем к обзору. Как раз у нас индекс доллара традиционно на повестке нашего совместного анализа. И сегодня предлагаю не нарушать общую традицию. Можем еще посмотреть валютный рисковый оппонент доллара-евро, если ты не против. Можем также затронуть еще и рынок драгоценных металлов золота, который тоже интересен, учитывая высокую волатильность в последние дни. И я думаю, что сегодня эта волатильность будет еще выше. Так, ну что, Денис, давайте начнем с меня, с демонстрации экрана. Так, индекс доллара 104.78. К сожалению, американская валюта не смогла удержаться в районе 105 пунктов, на которых так долго консолидировалось в ходе прошлой недели и в начале этой. Ну, есть то, что есть. Сейчас мы готовимся к данным по CPI в качестве как бы наследства прошлого дня с отчет по индексу цен производителей. И напомню, что там цифры прямо не совсем однозначны. Если, наверное, полностью опираться на фундаментальный анализ, стоит отметить, что мы увидели значение по индексу цен производителей в годовом выражении 2,2%. Это выше, чем два месяца назад. Да, показатель двухмесячной недавности был пересмотрен с понижением, но все равно. Тогда был 1,8, сейчас 2,2. И в месячном выражении, кстати, рост составил на 0,5%. Прогнозировали гораздо более скромную динамику. Базовый индекс потребительских цен 2,4% с 2,1%. Можно сделать вывод о том, что раз промышленные цены остаются повышенными, значит, логично предположить, что и потребительские цены тоже могут продемонстрировать такую же локальную восходящую динамику. Я в этом почти уверен, что пока рано еще говорить о возобновлении процесса дезинфляции в США. Наверное, месяц-другой мы еще поработаем с повышенной инфляцией. И более высокие значения индекса потребительских цен все же должны еще раз платить покупателей и помочь индексу доллара вернуться к тем значениям, которые мы видели чуть больше недели назад. То есть это выше отмерки 105,7,5. Вчера также еще было выступление Паула на, скажем так, симпозиуме банкиров ежегодном в Амстердаме. Паула не стал менять риторику, которая была озвучена во время последней пресс-конференции о том, что сильный рынок труда ограничивает возможности ФРС по осмягчению экономической политики. То, что сейчас выжидательная позиция остается в приоритете, нужно следить за фундаментальными релизами, нужно быть терпимыми. И у Финлизерова нет такой уверенности, как была раньше, в том, что инфляция очень скоро вернется к целевому значению. По идее, вот этот фон можно было бы использовать, чтобы неплохо затащить индекс доллара выше тех уровней, на которых он торговался. Но вот локально покупатели оказались слабее продавцов, и индекс доллара, вместо того, чтобы вырасти, нырнул под уровень 105. Сейчас котировки 104,80, и есть еще козырь в рукаве покупателя. Если они хотят его задействовать, то вот сейчас самое время. Как я уже отметил, ожидания у меня по индексу потребительских цен, что либо останутся на прежних значениях, либо мы увидим локальный прирост. И в связи с этим сохраняю оптимистичное настроение по доллару и жду восстановления индекса выше 105.50. Европейская валюта. Понятно, что здесь зеркало в буквальном смысле, но поскольку у нас все-таки с тобой обзор еще недельного формата, хочу отметить, что до конца этой недели нас ждут еще данные по ОВП еврозоны. Еще более важный отчет будет в пятницу данный по инфляции. И не забывайте, друзья, про очень высокую вероятность того, что Европейский центральный банк будет одним из первых центральных банков по ЮНИКу, кто снизит процентную ставку. И если мы в эту пятницу увидим подтверждение в виде еще большего ослабления инвестиционного давления, то тогда у ИЦБ будет больше оснований проявить решительности. В этой связи ни в коем случае не списывайте со счетов потенциал для снижения евро, потому что европейская валюта может очень быстро оказаться под давлением. И если вас интересуют долгосрочные сделки, то мне кажется, что торговля или котирование пары евро-доллара на значение вот уже выше отметки 1.08 для долгосрочных продаж – это прям заманчивые уровни. Тем более, что мы все равно вернемся к идее того, что контраст монетарных политик ИЦБ и ФРС будет значительным, и на этом фоне европейская валюта может неплохо провалиться. И что касается золота, здесь 2361 доллар за тройскую унцию. Основной упор я сейчас делаю на сантимент, потому что очень красивые показатели, в частности, актуальные цифры – 62% трейдеров сейчас находятся в продаже, меньшинство, соответственно, в покупках. Денис, ты на связи? А то картинка чуть зависла. Да-да-да, я здесь. Отлично. В общем, рыночный сантимент по позиционированию трейдеров большинства-меньшинства в ожидании высокой волатильности перед выходом данных по инфляции. Я думаю, то, что золото сегодня может преподнести еще сюрприз, прямо в ближайшие часы и в момент публикации новости, и рвануть в район локальных максимумов где-то в диапазоне 2380-2400. Я бы даже сказал, что можно попытать удачу и поставить профитные ордера, где фиксировать прибыль, в районе 2400 долларов за тройскую унцию. Ну а там уже будет видно, я полагаю, что оттуда будет целесообразно уже шортить. Думаю, что мы с тобой обсудим дальнейшие перспективы уже во время следующего эфира. Поэтому по золоту я пока сохраняю оптимизм. Денис, слово тебе. Так, сейчас. Все, порядок, меня видно. Да, кстати, там подписчики просили, чтобы ты у себя перенес там, где наши такие аватарки, видосики с правого угла в левый, потому что... Окей, убрал уже. Да, потому что не видно эти котировки. Итак, касательно евро. Прямо сейчас мы находимся в локальном сопротивлении. Хорошее весьма сопротивление, которое у нас очерчено с помощью контрольной маржи. Также верхние границы нисходящего канала у нас вот так выглядит. Очень красивый каналчик. Нижнюю часть там чуть-чуть буквально не дошли до нее. Вот где она была, нижняя граница. А к верхней как раз вот четко подошли. При этом мы сразу видим, причем это еще вчерашним днем. Потом здесь заливались у нас хеджи по месячным и по недельным опционам. Так что с таким раскладом я думаю, что могут сделать некую такую манипуляцию вниз. То есть как в виде откатного движения сделать вниз и потом пойти на добой выше. Я, например, больше все-таки выступаю за то, что у нас могут сделать перекрытие крупного сегмента. В плане перекрытия крупного сегмента имею в виду закрепление в районе где-то 1.08.80 плюс-минус. Потому что здесь у нас находится контрактный депок. Он не менялся с момента начала торгов текущего контракта. То есть он там весьма долго уже находится с 10 апреля. То есть больше месяца. И судя по таким зигзагообразным движениям, то у нас каждый раз делают новые максимумы. При этом откатный минимум все выше и выше предыдущих. Основные объемы находятся у нас внизу. И также кумулятивная дельта у нас на росте отрицательна. То есть это признак того, что если даже дадут откат, то скорее всего дальнейшая перспектива будет все равно направлена вверх. По опционам мы видим вверху, где ожидания. Вот у нас очень четко просматривался в районе 1.08.85. Ну и плюс сюда можно еще от уточненного экстремума накинуть вот такую вот контрольную маржу. Ну это как дополнительный фактор. Так что я в общем здесь за рост, но через вот такую коррекцию. Ее конечно могут и не дать, но если дадут, лучше всегда быть к этому готовым. Потому что еще вот в начале недели, в понедельник была аналогичная картина. То есть тоже дали откат, подошли к прошлой области поддержки. Здесь недельный профиль, получается, прошлой недели находится. И отсюда стартанули вверх. А здесь у нас профиль как раз в текущей неделе пока что в районе 1.07.90 примерно. Так что могут сюда добить и потом снова вверх. По поводу фунта. Здесь вообще очень красивая картина на самом деле была. Я вчера еще такое видео-кружочко описывал у нас на открытом канале. Значит, когда цена еще была в районе приблизительно 1.25.30, приблизительно вот здесь вот где-то. И здесь в чем нюанс? Дело в том, что на часовом графике у нас 9 мая, мы как раз когда сегодня с тобой стартовали, я говорил, что объясню этот момент. 9 мая была сделана очень сильная кульминация. Вот мы четко видим кульминация сильнейшая. Ну, это правда. Потому что предыдущая кульминация была у нас сделана вверху. Вот у нас верхняя кульминация. Мы видим очень четко вот по футпринту. В верхней части, где у нас основные объемчики такой шляпкой собрались. И отсюда красиво спикировали вниз на коррекцию. И внизу вот 9 мая у нас сделали вливание здесь достаточно крупного объема. То есть, в числовом значении, если смотреть, практически до 3000 доходила лотность. И это очень крупный объем, как для фунта. Поэтому с таким раскладом я все-таки склоняюсь к варианту, что эта кульминация была сильнейшая. И даже вчерашний такой небольшой локальный пролив, он был на абсолютно небольшом относительном объеме. Его быстренько вверх выкупили. Вот у нас видно четко свечку выкупа. И затем продолжили движение. Поэтому даже если у нас сегодня на ИПЦ будет какие-нибудь там, скажем, коррекционные движения. Останяюсь, что они дойдут скорее всего до контрактного депока. То есть, в район там примерно 1.2550. Ну, естественно, плюс-минус. И отсюда все равно вверх снова-таки, как и по аналогии с евро, на перекрытие локального сегмента вверх. То есть, в район приблизительно 1.27. Внизу у нас хедж был просто сумасшедший, на самом деле, залитый. И по месяцам, и по неделькам. Но туда все равно цена не дошла. Поэтому я уже особо, честно, туда и не целюсь. То есть, у нас вот здесь всю кульминацию у нас завершили на прошлой неделе вот здесь вот внизу. Поэтому здесь точный объем очень классно подсказали нам. Ну, на более младших таймах, там на часовом и ниже прям идеальная конструкция была для кульминации. Так что я за продолжение роста, ну, могут через такую манипуляцию. Там могут и тень кинуть вниз, там что угодно может произойти. Поэтому просто нужно, на всякий случай, это учитывать. По поводу индекса доллара у меня с прошлой недели мнение вообще не менялось. Я здесь тоже у нас на открытом еще канале показывал. Здесь зонка продавцов. Очень красивая эта зона была. Цена зашла, вот даже так вот, можно сказать, двухфазную коррекцию внутри сделала. И потом красиво отвалилась вниз. Вчера мы попытались еще тенью там что-то достать. Но даже уже до нее не достали. Чисто от локальных уровней отлетели вниз. Я считаю, что дальнейший отскок вниз у нас здесь в приоритете. С текущих вверх, ну, честно, как-то не сильно у меня смотрится. Разве что в рамках коррекции. То есть, как бы, в виде коррекционного движения, да, здесь я, пожалуй, соглашусь. Но дальше все-таки на снижение в район, как минимум, вот этого экстремума. Это 104.40. И с перспективы на его пробой. То есть, если посмотреть даже по трендовой поддержке, у нас одну трендовую поддержку уже пробили. То есть, вначале цена к ней подошла, вот отскакивала локально. Вроде отскочила, пришла в зону продавцов. Потом пришла, начала пилить, пилить, пилить. С обратной стороны протестировала и полноценно отскочила вниз. Поэтому при таких раскладах очень часто у нас это является признаком полноценного разворота. Поэтому я лично здесь все-таки задобой на 104.40. Потому что текущий покупатель просто не вижу там пока что условий. Разве что в рамках коррекции вот к этой сердцевине движения и потом снова вниз. И, кстати, по такой же схеме у нас вот по фунту, если посмотреть на вот такое трендовое сопротивление, мы видим, что цена ее еще на позапрошлой неделе попыталась вот пробить. То есть, раз, не смогли закрепиться, сделали локальную кульминацию, которую показывал на часовом графике, отскочили вниз, здесь снова подошли, пилили. Вчера с обратной стороны протестили и полноценно отлетели. То есть, очень часто это именно признак серьезного пробоя. То есть, абсолютная аналогия с тем, что было по индексу доллара сделано тоже, кстати говоря, вчера. Что касается золота. Значит, по золоту дергался у меня палец, очень хотелось купить. Но здесь в чем был нюанс? Значит, дело в том, что на часовом графике у нас здесь цену зажали между двух уравней на этой неделе. Это был диапазон, вот он, вот четко видно. Раз, верхушка в район 2344 и внизу в районе 2334. И вот так вот зажали и потом только уже сделали выход. И то максимально какой-то грязный, если честно, выход нам получили. Я ждал чуть-чуть пониже. Здесь у нас в районе 2330 находилась одна-вторая маржи поддержки до сих пор там. И еще чуть ниже у нас сильнейшая область поддержки тоже есть. Поэтому я думаю, что если у нас сегодня какую-то коррекцию дадут, могут вернуть просто в область контрактного ДЭПОКа. Это район 2340 приблизительно. И отсюда уже стартануть вверх. Либо же, если все-таки попытаться какую-то посерьезнее сделать манипуляцию и со второго раза добить до зоны, то в принципе результат у нас приблизительно тот же самый будет конечный. То есть в виде все равно роста. Дело в том, что на прошлой недельке, когда произошел такой выход вверх, здесь полностью перекрыли сегмент. Если до этого я продавал, и продавал достаточно неплохо, вот с этих вершин зафиксировал там часть позиции на 2283, то с верхушки вот отсюда, здесь, к сожалению, по безубытку получилось закрыться, потому что объем был крупный. По АСКОМ, как в перспективе селлимит, объем был крупный, но реакция слабая. Здесь всю прошлую неделю мы флетили. Только в конце, точнее в четверг это произошло. Выброс вверх, и на этом выбросе при полном перекрытии сегмента и формировании здесь вот зонки покупателей, то часто цена возвращается, делает просто тест и снова отскакивает вверх. Поэтому здесь по золоту я за рост, по индексу, по евро тоже у меня получается рост, но с возможной коррекцией в виде манипуляции фунт. Та же самая картина, ну и соответственно индекс доллара им в противовес. То есть ситуация, да, из-за сегодняшних данных по инфляции такая стрёмная, рисковая. Ну а что делать? А что делать? Торговать-то как-то надо. Ну согласен. Денис, спасибо тебе за твой анализ детальный, обширный. Ждем отчета по CPI, это точно. Тот релиз, который расставит все точки над «и» и подсветит опять же то все-таки прав покупателей или продавцы американского блога. А возможно те и другие в обе стороны. Такой сценарий тоже вполне возможен. Ну что, тогда хороших тебе трейдов, если будешь работать сегодня до, после выкрытия новостей тебе, соответственно нашим подписчикам, тем, кто следит за нашим совместным контентом. И результативной недели обсудим весь этот жар на рынке уже в следующий вторник. Посмотрим, где будет индекс доллара и нужно ли будет что-то уточнять. Спасибо тебе, Денис, и до скорых встреч. Да, согласен, спасибо тебе тоже, успешных торгов. Ну и нашим подписчикам тоже, плюс лайк. На связи. На связи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok